С 2018 года на территории Кубани успешно реализуется всероссийский проект «Самбо в школу». Сегодня наш край находится в лидерах по масштабности реализации данного проекта. Программа работает во всех 44 муниципалитетах региона. Количество ребят, занимающихся самбо, выросло с 52 тысяч до 115 тысяч. Благодаря государственным программам, а также в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» продолжается активное развитие массового школьного спорта. Открываются спортивные секции, проводится ремонт спортзалов. Сегодня в 32 школах Славянского района уже выполнены текущие либо капитальные ремонты спортивных залов. В планах капремонт залов еще в четырех школах. С целью укрепления физической культуры школьников, воспитания лидерских качеств и командного духа продолжается реализация проекта «Самбо в школу», в рамках которого приобретены специальные ковры для занятий, учителя физкультуры проходят переобучение. «Самбо» переводится как «самооборона без оружия». Детям это понадобится как в последневной жизни. Ребятам, мальчикам, как мужчинам это особенно нужно для защиты себя, для своих близких. Моя задача как учителя – развивать у детей силу, выносливость, все физические качества и любовь к спорту. Сегодня занятия по самбу проводятся в 22 школах района. На одной из тренировок в гостях у юных самбистов 28-й школы Станицы Анастасиевской побывал глава Славянского района Роман Сенеговский, отметивший важность активной внеурочной занятости детей и приобщения их к национальным видам спорта. Я считаю, что это единоборство, это хороший вид спорта. Ребенок чувствует себя уверенным. Это уверенность в завтрашнем дне, это и энергия, это и выправка, это и сила духа, как говорится. Поэтому мы будем продолжать в остальных наших школах развивать самбо и планируем до 2024 года во всех школах организовать ковры тренеров для того, чтобы наши дети были еще более спортивные, более развитые. Самбо – это боевой вид спорта, и родился он именно в нашей стране в 1920-30-х годах. Самбо впитало в себя лучшие техники борьбы, дзюдо, джиу-джитсу и многих других боевых искусств. В 1966 году самбо официально было признано международным видом спорта. Благодаря инициативе президента Владимира Путина, который сам является мастером спорта по самбо, и проекту «Самбо в школу». Этот вид спорта в нашей стране получил второе рождение. Сегодня все больше мальчишек и девчонок, впервые познакомившись с ним в школе на уроках физкультуры, продолжают совершенствовать свое мастерство в профессиональных спортивных школах самбо, одна из которых будет размещаться в Центре единоборств, построенном в нашем городе. Анна Моностренко, Георгий Калинин, программа «События».